Кто такой Юрич? Кто такой Юрич? Вот я хочу снять фильм про включающих дурку московских продаванов. Так, ну звук есть, идет передача, вот кнопку включаем, это у меня тут 24-й такой модуль, я вот делаю себе полезное устройство, 4 в 1 радиостанция, сигналка, чтобы ночью все ки зверюшки не доставали, неожиданно, кто задолбали, это медведи потайки, и плюс еще углемяшки к телефону, пусть можно будет поисбить, ну как бы, ладно, пока закончу, отложу, и так, кто такой Юрич, да, тут московский продаваны и прочим удачье включает дурку, что вот Юрич там, дурак там и так далее, сумасшедший какую-то городскую, Ну, на самом деле, это хитрая позиция, да, потому что удобно откосить и объявить фирму, которая существовала там, 4 почти года выпускала оборудование, человека, который знаком с хреновой тучей известных конструкторов в аудио, начиная с Алеши, на кончах Юго-Зухаре, лично общался там, с кем водку, с кем чай, там, мате, латте, мате в Аргентине, ну, в общем, вот, допустим, 2008 год, когда первые усилители Юрича стали продаваться в Москве, Юрич, значит, пишет на форуме про тему оптимальный виниловый тракт, то есть появляется идеология четкого классного винилового тракта, основанного на технологиях, как их называют, арсионной, или технологии эфирного поля, или, собственно, резонансной частоты земли, можно как угодно говорить, вот, 2008 год, 25 июня, я вот только приехал месяц как с Москвы, продав там, сходу забрали усилок с нормализаторами, не самыми крутыми, кстати, когда были крутые, куча там, чуваковки Попронина, подмазались, партнеры, вот давай мы будем тут толкать твое оборудование, хотя на самом деле нужно было только технологии, ну, так, скинул, такие простые вещи, сложнее не стал, и вот форумчане, значит, включают, тогда меня еще не банили, потому что, ну, как бы, может, недооценили, да, а потом, когда уже усилки послушали, тогда, тогда все понеслось, тогда ребята поняли, бляха, что усилок за 3 штуки баксов, потом усилок плюс доски был комплект, он, Марка Левензона за 7-8 штук просто во все дыры, бля, делает, как угодно, как угодно, влюблю, в извращенном виде просто, где послушать, послушать можно было упровнено на даче, ну, эти ссылки, часть ссылок уже подтёрта, да, вот, заходим, мл, стерлики, бенем, ребята, диацию, вот здесь было больше всего обсуждения, как бы, куча примеров, и когда народ дошел до оцифровки, то есть стали по моим, как бы, ну, то, что я излагал теоретическим основам, пробовать строить цапы, и охрененно получался шикарный результат у людей, я, мл, тут же люди выкладывают оцифровки, он и рак, и человека стирает, который писал оцифровки, не меня даже, других людей, то есть моя цель была бросить идеи, потому что работал, когда я навести, а я работал в 2003 году, то есть за пять лет, вот до этого написания, я тогда нашел Алешину, у которого было, ну, официально, на тот момент, когда мы его нашли, у него было четыре патента в Великобритании зарегистрированных, и три еще рассматривались, а здесь вот тоже московские чуканы пытались переводили, значит, за нос его, не сдавали ему документы, он получил патент в Великобритании раньше, чем патент России, вот так вот, а фирма Sony спокойно перекупила у московского патентного бюро, его, как бы, ну, он без схемной реализации давал всю теорию, и попыталась сделать деви-аудио, супер-аудио, сидит, которая еще, знаете, формата, которые, если честно, мертворожденные, чтобы срубить бабла, и Алеша с ними очень долго судился, у меня на форме, есть фотографии там, показаны, фотки, ну, и вот, из семи ссылок даю, семь ссылок действующих тогда, вот сейчас осталась всего лишь одна, ссылка на мой форум на Яндексе, вот раз, все, уничтожено, а, нет, осталось, нет, уничтожено, все, говорил-ка, то есть, общая, поосносили везде, чтоб следа не было, чтоб казаться другого, вот осталось только на мой форум, который первый форум, даже не форум, а сайт, я делал на Яндексе, сейчас я туда даже зайти не могу, потому что его вот засрали рекламы, я не могу, ну, я уже давно, года три туда не хожу, куда он вот продался, вот они, вместо моего кидают вот это вот говно всякое, то есть, а там все видео и прочее, короче, прилагается, ну, то есть, как бы, доказательная база, потому что спорить крайне тяжело, то есть, сказал что-то не то, и все, а когда доказательная база в виде аудио-видео файла, в виде вот конкретный, конкретный девайс, да что за тварь, вот видите, что они делают, мразили, ну, то есть, все, заспамили, засрали, никаких ссылок, и эта тема, тема, ого-го какая, то есть, здесь я тоже забанен давно уже, с 2009 года, когда мне кислород туда не перекрыли, даже забанили людей, которые покупали оборудование, записывали на моем оборудовании, ну, как бы, для студийной работы, там, человек брал комплект, не один, два человека брал, в разных городах, Воронеже, Петропавлово, ну, короче, вот, все, и сейчас они дурку включают, кто такой Юрий Ильич, блин, кто такой вот этот чувак, да, городской типо сумасшедший, у которого хреново туча клипа, сейчас покажу еще вот плейлист, плейлист называется винил ретро, который вот здесь на форуме сундук, вот в теме, фонокорректор за 1000 евро поставили, причем они на eBay старье покупают, а мой, ну, как сказать, клиент один, закинул туда, а, двое даже, один с Новосиба, другой тоже местный наш комсомальчанин, закинул оцифровки, а оцифровки называются винил ретро, то есть писали как раз на усилке, который тогда я придумал, очередной новой усилок в 2014 году, авиомонский называть, крутейший сундук, до сих пор самый крутейший, хотя у него уже тоже есть продолжение, дети все, ну, как бы из серийно выпускавшихся, так, канал сообщества, сейчас, вот плейлист винил ретро, и оцифрованы были менты, вот на этой вот фигне оцикрованы были виниловые пластинки менты, и эта серия называлась винил ретро, ну, там были сорока пятки и тридцать стройки, сейчас, винил ретро, вот она, вот она, винил ретро, 23 литра, то есть все очень просто, мини пластинка вот эта вот и понеслась, то есть найти можно легко, проводили вен полностью, хорошо писано, под 45, там, и так далее, короче, шутка булка там, ну, короче, то есть, именно для теста, все, поставили, нашли, сравнили, вообще, как бы, на таком, на таком, жидчайшем, ну, как носители, да, как советская пластинка, пожалуйста, сравнивайте, делайте выводы, то есть, снесли, вот здесь вот, 4 или 5 было, просто для сравнения, плюс там были до этого, в 2010 оцифровки тоже кто-то вытащил, тоже кто-то из тех, кто ходит по форумам, просто вытащил, абсолютно со мной незнакомый человек, там, что 20 оцифровок вытащил, как, они сначала закрыли тему для осуждения, а потом через три дня ее всю снесли, подчистую, даже почистили кэш своего форума, чтобы, ну, она еще года три болталась, чтобы ссылки, вот здесь, о ссылке было на Яндексе, и потом кто-то подкупил, значит, в Москве этих, ну, кто, админов Яндексов, у меня у Херакли на Яндексе там под 30-27 гигов было, музыки оцифрованы в разном разрешении у своего тракта, то еще это у Херакли, вот, из всего остался только форум, такой, и форум, а сайт. Ну, я уже в 2009 году видел, какая шняга идет, поэтому я просто взял, открыл свой форум, понял, что везде будут информацию удалять, мне просто стало обидно, да, что ни хрена себе работаешь, что-то делаешь, какая-то сволочь придет, уничтожит все, вот, он называется Сильгурцов, он живой звук, где в первом разделе, как бы, конкретика, сделанном оборудование, об оцифровках, то есть, пожалуйста, вот об Олешине тема, ярмарка, там, что-то было, там, досье, ну, так, как бы, народ, во втором разделе, больше конструкционная идеология, ну, а дальше уже так, совсем, в третьем разделе, там, гипотезы и общая история, в четвертом приколы, ну, опять же, обзоры рынка, всего остального, но самый интересный раздел пятый, да, народная схемотехника, что предложит народ, то есть, я же, не такой, да, что, ну, закрылся на форуме, а народ особо ничего не предложил, вот, появлялось 3-4 человека, как бы, идеология была, приборчики какие-то, вот, способы музыкальности человек создал тему интересную, ну, все, то есть, вот, опять же, идея, которую я толкал, про верди с киской, что 402 Гц первично, а 440, это уже навязанная корпорациями частота, сейчас, то есть, это, что я говорил, 2008, сейчас по интернету, кто как они перепевать, что я говорю, про подмену частоты тона, про то, что УПТ должен тракт быть, про то, что цифра мертвичина, как ни крути, аналог поведит, потому что алгоритм, цифры надо менять, ну, и так далее, это прочее, это прочее, но никто не ссылается, что идемок был я, Юрьевич, все изобретатели втирают, что это они придумали концепцию, ну, и как бы стирают, но меня не жалко, хрен с ними, история рассудит, я добрый человек, просто для тех, кто ищет, кто хочет сделать что-то свое, либо хочет купить хорошую технику, не мучиться, то есть, концептуально завершенный, вот, еще раз показываю, ссылка есть у меня на канале, прям открываем канал, и она вверху, сейчас, секундочку, вот, где вот она, короче, вот она ссылка, вот, нажимаем сюда, и мы оказываемся на форуме, и к вашему клубу, не надо мне в личку сюда писать всякие глупые вопросы, там, по 10 раз я должен что-то отвечать, все уже на форуме изложено, отвечено, причем, опять же, есть обратная связь, люди отписались, которые там проводили эксперименты, что-то слушали, было, то есть, все туда, короче, господа, спасибо за то, что посмотрели, мой коротенький сюжет, уделили внимание, ну, и, почему я снимаю, я знаю, что нарочить придет на выставку, опять там, младший навешивает, начинает слышать, и будет вздыхать, ой, как же это так, опять у нас ничего нет, ну, это можно сказать, третью серию я доснимаю про состояние отечественного русского аудиостроения, то есть, вся, потому что люди, вот, которые там рулят Москве, они морального рода просто, ну, просто развивать нормальную технологию, они всегда мордой на запад смотрят сиську, как говорится, ну, понятно, кому сиську, другие части, вот, сосуд, и заставляют людей навяливать, что, типа, нет альтернативы, хотя она реально есть, существует, вот, если вы видите, да, с 2008 года по, это, я стал, как сказать, уже писать официально, а пять лет до этого я, ну, как бы, работал подпольно, шибко не афишируя свои изобретения, ну, потому что я себя великим изобретателем никаким не считал, ну, в силу, оказалось, сложившихся обстоятельств, ну, все-таки я крутой изобретатель, прямо скажу, ну, кто может поспорить, круче меня, оставьте свой тракт рядом, ты слушай, и мы делаем выводы, я всегда признаю, отдам пальбу первенства, с удовольствием, ну, пока что, объективно, тракт Кунаширского, это самый крутой тракт, аудиотракт, в стране точно, а, пожалуй, в мире, а если учесть соотношение цены и качества, то, наверное, не превзойдем его, вот и все, до свидания, дамы и господа.